Друзья, всем привет! Меня зовут Сагер Иван, это мой канал Мистер Кэт, и сегодня секреты Skyrim, а тридцать седьмой выпуск. Один из интересных багов, которые я обнаружил в своем прохождении, это бесконечный эффект воплощения дракона. Хм, да, это бесконечный эффект, который действует постоянно, друзья. Постоянно. Вот такой вот. Не, ну красавчик, с любой броней это смотрится просто вау, как круто! Очень круто! Невероятно круто, друзья! Просто обалденно! Ну вот смотрите, берем 24 часа, быстренько ждем, все на том же самом месте. Этот баг появляется в том случае, если вы вампир. Я не знаю, может быть он и на Вервольфе, нет, по-моему я играл за Вервольфа, и этого бага не было. Вот только когда вы вампир. Что вам нужно сделать? Для начала, вы должны просто-напросто кастануть эту магию, она должна быть у вас, это воплощение дракона. Вы ее получаете на острове Солдсхейм, ну в зависимости сколько криков, ну по главному сюжету идите и по-любому ее получите. Должны использовать ее, потом, потом обязательно в таланты и в вампир лорд. Превращайтесь в вампира лорда. Класс! И обратно, друзья, и просто-напросто обратно. Это самая главная фишка. И все. И все, этот эффект действует постоянно. Но, друзья, но, нужно понимать, что это действует только визуально. Все бонусы, которые он дает, и если у вас остается половина здоровья, выбегает драконорожденный дух его, то этого всего не будет. Это только визуально. Визуальный баг, красивый, но он реально классный. Не знаю, мне почему-то всегда нравится бегать в такой броне, это как бы, знаешь, подчеркивает Довакина, его сущность, его, я не знаю, его настоящую силу дракона, которая просто бесконечна в виде этой ауры. Ну классно, да? Я думаю, ты заценишь и поставишь лайк. Спасибо. Друзья, друзья, я сейчас на острове Солдсхейм. Какой у меня уровень? Ну, второй. Ну, сюда можно даже на самом первом уровне пройти и получить обалденные бонусы. Просто невероятные бонусы. И это, по-моему, всего лишь за 300 монет. 300 монет это просто дорога. С Вайтрана, по-моему, 50. И с корабля 250. Все. За 300 монет на первых уровнях вы получаете просто дорогущий лут. Так, вот у нас тут квест. И смотрите. Стражник, которого убили. Пускай, пускай он сражается. Хотя, можно было помочь. Но это в другой раз. Понимаете, в чем фишка? Фишка в том, что вы берете броню, оружие на самом первом уровне. Вау! И это нифига себе какой крутой бонус. Это мне еще показал Михаил Саар. Спасибо тебе огромное. В своем видео. И я тоже решил это показать в секретах. Потому что давайте оденем эту броню. И просто заценим ее. Тут и щит. И сапоги. Также и оружие дается. Эльфийское оружие. У нас эльфийские стрелы и эльфийский лут. Класс. Класс на первых уровнях. Это неплохо. И плюс еще эльфийский меч. И давайте заценим. Одежда. Класс брони. 104. 104 класс брони на первом уровне. Это даже круче, чем фалмерская. Не, ну фалмерская. Она уникальная, друзья. И плюс там уникальный шлем. Который дает нам невероятные бонусы. Это само собой. Но то, что если ты играешь за воина на сложности легенда. Без сомнений. Ты должен просто на первом уровне лететь сюда. И брать эту броню. Потому что это топ броня. На первом уровне. Офигенная, друзья. На острове Солдсхейм. Очень, очень много полезных вещей. Одна из них это еще рынок дейдрических вещей. Где ее можно взять? Сейчас вам расскажу. Я уже рассказывал когда-то про видео. Вот. Бен Кангерик. Здесь, когда вы проходите эту локацию. Вы можете получить черную книгу. Черная книга называется. Нерассказанные легенды. Если в нее попадаете. То вы ее проходите. И получаете нехилые бонусы. Ну. Скажем не то, что нехилые. Это одни из самых лучших бонусов в игре с Карим. Ну. Лично я так думаю. Я уже рассказывал. Тут черный рынок. Это самообалденное. Тайный слуа. Который может таскать ваши вещи. То есть. Такой напарник невидимый. Вы вызвали. Вложили в него вещи. Он исчез. И кайф. И знание барда. Знание барда. Это появляется барбан. Который усиливает. Усилиет регенерацию выносливости. Друзья. Вот так вот. Ну. И черный рынок. Черный рынок. Это слуга. Который появляется. И вы всегда. Всегда можете ему продать. Придать на 2000 монет лут. Самое интересное. Что вы у него можете еще купить кое-что. И самое ценное появляется у него только после 60 уровня. Давайте я вам покажу. Таланты. Черный рынок. Вы его вызываете. У него после 60 уровня. На 50 уровне у него абонитовые вещи он продает. Но когда вы на 60 уровне. То у него сразу появляются доедрические. Постоянно. Каждые 2 дня обновляется. Это доедрические стрелы. 10-11 штук. Вы можете постоянно их покупать. И случайное оружие друзья. Случайное все. Доедрическое оружие. Оно бывает просто не зачаровано. Или зачаровано. Круто. Я думаю очень круто. Ну конечно дороговато. Все таки доедрическое. Ну так же одежда друзья. Одежда бывает. Выпадает совершенно любая. И со временем вы можете просто целый сет купить. Целый сет зачарованный. Или не зачарованный. Ну как видите сейчас просто доедрическая броня выпала. И зачарованная доедрическая броня. Классно. Классно. Я немножечко его попризывал. И просто реально. Реально весь лут доедрический прикупил. Я думаю это офифенно. И плюс когда вы с ним бегаете. Вы продаете ему вещи. Вы можете продавать вещи просто бесплатно. Даже если у него деньги закончились. Тем самым. Тем самым. Прокачивая себе красноречие. Это неплохо. Так. Ладненько. Давайте дальше. Ребят. Этот секрет мне подсказали в одном из моих стримов. И я был очень. Очень удивлен. Мы сейчас находимся в Скайриме Донстар. Здесь у нас есть музей. Ну все мы знаем этот музей. Дом Сила Весула. Тот квест где мы получаем бритву Мирунуса. И у него такой музей. Я его давно прошел. И я удивился честно говоря. Что сегодня пришел. И весь тот лут который я забирал. Вся одежда. Она опять же. Опять же здесь появилась. На том же самом месте. Странно. Но тем не менее. Оно появляется заново. Так что у нас броня бесконечно будет. Так что классно. И самый интересный факт. Это то что. Если мы открываем вот эту вот витрину. С картой Обливиона. Ну не знаю. Карта Обливиона. Или чего там. Просто символ Обливиона. И берем огненное какое-то заклинание. То появляется ведро. Что бы это значило друзья. Понимаете. Это открывает просто невероятные границы. То есть в любом месте где-то какая-то вещь. И вы можете на нее использовать какую-то магию. И может что-то превратиться. Может что-то уникальное. Что-то невероятное. И представьте сколько всего может быть не открытого в игре Skyrim. Обалдеть да. Я честно говоря обалдел. Когда узнал этот секрет. Серьезно. Можно закрыть. Но никакие действия. И не забрать это ведро. Невозможно. Пробовал я по-моему и на другие витрины использовать огонь. Но ничего. Ничего не происходит. Может нужно какую-то другую стихию. Как бы искры. Не ничего. Шип. Нет друзья. Только на карте. Только на карте. Вот такая вот фича. Может быть есть еще где-то такое. Друзья. Напишите. Напишите. Или проверьте. Очень-очень интересно. Еще один интересный эффект. Мы сейчас. Возле. Знака Таранаха. Я уже его взял. Дальше. Дальше у нас друзья. Сет Мирака. Неполный. Просто перчатки. Броня. И сапоги. И. Обязательно. У вас должно быть прокачано. В перке изменения. Вот. 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 Поглощение. Магия. И что мы имеем. Это видео уже у меня было. Но я так чисто знаете. Напомнить вам. Что можно сделать. Сет Мирака. У сета Мирака. 25% поглощения. Магии. Также мы берем камень. Который дает нам 50%. И перк 30. И всего у нас. 105%. А если у нас 105%. Друзья. Настройки игра. Легенда. Друзья. Легенда. То есть запомните. Изменения на соточку. Атронах. Камень Атронаха. И сет Мирака. И что? Кровавый дракон. Да ребят. Жизни. Вообще. Не тратятся. То есть. Нам пофигу. Нам вообще. Все равно. Нам маг. Урон. Да. Только если конечно. Он откусит у нас кусок мяса. Это страшно. То есть друзья. Любые маги. Любая магия. Даже лава. В кузнице Атаронахов. Точнее стойте. В кузнице Этерия. Нам не страшно. Я там бегал. И все драконы. То есть. Они на нас кричат. А нам просто пофиг. У нас поглощение. Друзья. Поглощение магии. Так что. Вот такой вот. Еще один секретик. Я уже рассказывал. Но так для. Того чтобы вы вспомнили. Еще видео записываем. Секрет. Секретный маленький остров. Мы сейчас находимся. Хотя нет. Это просто. Просто маленький остров. Но на нем. Кое-что растет. Невероятное. Друзья. Я сейчас нахожусь на острове Солдсхейм. Вот этот остров. И в самом-самом верхнем углу. Вот. Здесь друзья. Вот такие вот. Корень. Нервно. Нет. Друзья. Не такие. Сейчас. Если мы пройдем немножечко дальше. Мы встретим. Вот этих вот девочек. Ага. Еще где-то. Чувствую. 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 Сейчас прибежат. Ага. Чувствую. 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 Монет. Есть рюкзак. Морковка. Ага. Соловьи. Правда. Львым все. Хм. Правда. 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 Также есть кошелек. С ингредиентами. С сердцем. И сейф восточной перской компании. Немножечко монеток. И грибочечков. Да. Вот. Я не знаю. Может быть. Это именно отсылка к Моровинду. И все мы знаем. Что в Моровинде был остров Солцхэйм. И это непосредственно он. Но были ли там этот маленький остров. И на нем такие большие корни нервно. Друзья. Мне это очень интересно. Напишите. Если это так. Потому что. Смотрите. Я его забираю. И 2 плюс 1. Мы собираем сразу 3. О. Большая мамка. Сразу 3 корня с одного куста. Обалденно. 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 Друзья. Вау. Почему 3? Потому что. У меня прокачан перк. Травник. А вот там еще. Не смотрите. В алхимии прокачан перк травник. Но смотрите. Перк травник дает. Сразу 2 ингредиента. Ну то есть. По идее. Должно было 4 быть. Но почему-то. Все таки. 3. Это сейв. Эфима Никитина. Спасибо тебе за него. Вот такой вот нюанс. Вот такой вот остров. Ну по любому это какая-то отсылка. Крутая отсылка. И пасхалочка. К острову. По любому. По любому. Ну вот. Может быть и не так. Конечно. Что я могу ошибаться. Но мне кажется. Что именно так. Ну что друзья. На этом все. Всем огромное спасибо. Что смотрели. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И комментируйте. Также. Если у вас что-то есть интересное. Пишите. Интересно. Пишите в комментариях. Пишите в мою почту. У меня в описании канала. Есть почта. Присылайте. Спасибо вам. Спасибо вам всем. Счастья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok